Приветствую вас, друзья! С вами сегодня Гера. У нас продолжение игры The Long Dark. Мы с вами находимся в пещере, которая непонятно куда нас ведет. Поэтому пойдем мы с ней, вернее с ней, мы пойдем по пещере вперед, посмотрим куда нас выведет. Так, давайте для начала зажжем фонарик. Я уже поел, перекусил в принципе, растопил немножечко воды на дорожку, так сказать. Вот, и можно выдвигаться. Так, отсюда мы пришли. Нам нужно двигаться в эту сторону. Пойдем потихонечку, так сказать, не торопясь. С учетом того, что у нас легкий перегруз. Так, куда же идти? Так, ну тут ничего нет, поэтому нам явно в это ответвление. У нас совсем, ну да, совсем почти 6 кило перегруз, но я не хочу ничего не выбрасывать, если честно. У нас перегруз в основном из-за дурацкой веревки, которую мы с собой таскаем. Я понимаю, что ее нужно где-то привязать, но я пока не очень понял где. Вот, поэтому будем смотреть, будем думать. Я, если честно, думал, что к хвосту будет проще пробраться, но, судя по всему, это не так. Так, между тем, тоннель уходит куда-то все глубже вниз. Еще одна галерея. Я вижу раз ответвление. И да, раз ответвление, оно единственное. Тут, похоже, нет, тут еще что-то есть. Не знаю, куда это нас выведет. Наверное, одно из них тупиковое. Или они соединяются здесь. Ну, в общем, бог с ними. Так, я слышу выход. И у нас только-только началось утро. Я знаете, что предлагаю сделать? Один час. Сколько у нас там осталось? Вернее, не один час, а парочек часов выспаться. Потому что немножечко я... А, слушайте, выспаться. У меня куча одежды. Я думаю, что у меня такой перегруз здесь чайше? Давайте, знаете что? Одежду сейчас порвем на кусочки. Я фонарик затушу. Он все равно один фиг нам сейчас здесь не нужен. Или уж ладно, сейчас поставлю фонарик. А то что-то, правда, темно. Вы сами знаете, как где. Что я вам буду объяснять. Так. Да, мы сейчас разберем все это на запчасти. Мне нужна ткань для починки всего необходимого. Как я забыл про одежду вообще. И у нас там, по-моему, довольно неплохие варежки попались. Я думаю, их мы просто переобуем. Переобуем. Переоденем. Так, это мы тоже наденем. Матросский бушлат. На данный момент он якобы лучше нашей куртки. Но это не так. Нашу куртку надо просто починить. Ну вот как раз и... Блин, надо было все-таки погасить фонарик наш. Потому что уже... Рассвело. А я, дундук, дофига топлива потратил. Топлива надо беречь. Топлива у меня не очень много. Так, что еще? Что еще? Бушлат. Разберем. А, мне чинить нечем засаду. Ну ладно, хорошо. Варежки не буду разбирать. На всякий случай оставлю. Не знаю, мало ли. Ну, уже получше с весом. Всего 2 кило перегрузки. Это довольно-таки мало. Если мы еще выкинем кедровые дрова, будет вообще мало. Но я пока не хочу этого делать. Так, взял ли я фонарь? Давайте посмотрим. Да, я все взял. Я ничего не оставил. Я очень не хочу здесь ничего оставлять. Нет, спички мне не нужны. Пойдемте. Пойдемте дальше. Посмотрим. Я не знаю, куда мы вышли. Как бы это сказать, если я все правильно понимаю. Где-то вон там, наверное, у нас теперь хвостовая часть самолета. Мы, наверное, туда сейчас и двинемся. Какой-то дикий ветер. Очень трудно идти. Идет с большим трудом. Какое-то ущелье. Но хорошо, что ущелье, потому что здесь нет ветра. Слушайте, у меня что-то жажда какая-то непонятная. Ладно. Сейчас куда-нибудь доберемся. Я напою в нашу героиню. Немножко воды я натопил с собой в дорогу. Все-таки это нужно делать. Сейчас самое раннее утро. Там буквально только что был восход. Я, если честно, не вполне уверен, что мы идем правильно. Но, судя по всему, правильно. Потому что та дорога уходила куда-то вниз. Но вы видели. Нам нужно подняться в гору. Для этого, наверное, нам нужно сюда. Так, пещера. Тут есть какие-то припасы. Тут есть спальник. Очень хорошо. Есть факел. Отлично. Спички. Нож. Ну, давайте возьмем. Спальник. Спальник лучше моего. Лучше того, что сейчас на мне. Вернее, не на мне, а со мной. Я очень надеюсь, что тут нет медведя. Мы сейчас выложим мой спальник. Я не хочу его пускать на запчасти. И, наверное, нож тоже здесь оставлю пока. Потому что он весит полкило. А мне, ну, как бы, мой лучший. Я его наточил. Просто надо знать, что тут у нас есть что-то. Жалко, нет карты. Я бы на карте делал хотя бы отметки, где я чего оставил. Было бы интереснее. Так, ну, надо запомнить это место. Это как бы пещерка. Так, и здесь мы, похоже, не поднимемся. Я опять вижу вот этот вот клиф. Или я не знаю, как это назвать. Здесь явно должна быть веревка, которой нет. Поэтому пойдем в другую сторону. Не знаю, что у нас из этого выйдет. Долгое путешествие, правда. Я серьезно думал, где-нибудь там на вершине горы лежит хвост. Туда можно будет как-нибудь подняться по-быстрому. А ну, видите, уже двое суток идем. Но это прикольно. За это эту игру и люблю. Так, куда нам надо? Ветер. Довольно сильный ветер. Так, давайте пойдем налево. Будем придерживаться левой стороны. Если что, потом можно будет вернуться. Сильный ветер. Это прям не очень хорошо. Но благо дело, одежда у нас более-менее нормальная. Что же я не взял с собой набор для шитей? Я уже второй раз об этом жалею, если честно. Он весит там буквально 100 грамм. А если что, можно починить одежду. Так, тут похоже обрыв. Давайте здесь сойдем. Или нет? Я почему-то думал, что здесь проход. Но тут похоже нету прохода. Интересно, здесь-то мы пройдем? Ну, вроде бы должны. Так, и вот я вижу подъем с веревкой. Да, конечно, это восхождение на гору. Я почему-то сейчас вспомнил восхождение на гору. Если помните, в Скайриме там нужно было в одном... В одной из первых... В одном из первых заданий там нужно было подняться на гору, чтобы встретиться с какими-то старцами. Я уж не помню, чего они там делали. Они должны были... Какому-то заклинанию голоса, по-моему, обучить. И там была гора. На которую нужно было зайти. И как-то это все было довольно просто в сравнении с этим восхождением. Так, хорошо. Давайте подниматься. И... Ну, блин, не знаю. Ладно, будем надеяться, что гора, на которую мы идем, все-таки слева. Тот пик. Давайте поднимемся довольно высоко, надо сказать. Я даже не хочу проверять, что будет, если у нашей героини кончится выносливость где-нибудь на середине. Так, хорошо. Хорошо. Будем двигаться. Тихонечку я вижу контейнер. Кстати говоря, вот он. Блин, ты не то сделал. Я думал, она приблизит, а она не приблизила. Ладно, хорошо. Я не уверен, что мне контейнер сейчас прям вот нужен. Прям вот кровь из носа. Сволочек. Ты где-то есть. Блин, он как раз вот пошел туда, куда я иду. Собака. Так, ладно, что-то он меня озадачил и сбил с толку. Так, нет, я куда-то не туда опять иду. Вот мы сейчас опять подошли к этому спуску, где там было, можно было, вернее, привязать веревку. Пойдемте в сторону контейнеров все-таки. Блин, застрял. Ладно. Еще один волн. Да где вас тут уносит? Проще его застрелить, если честно. Все, теперь мы пойдем в другую сторону совершенно и не задумываясь. Я предлагаю его застрелить. Вот именно поэтому. Честно говоря, он запарил уже. Вспомнился один дот про дедушку, который всех запарил. Так, ну все, я вроде бы целых два контейнера, даже три, похоже, я вижу. Слушайте, я не знаю, давайте вскроем хотя бы, хотя бы посмотрим. Или не будем, у нас очень мало. Нет, не будем пока этим заниматься, мы неизвестно где, неизвестно как долго нам куда-то идти. Мы просто пойдем вперед. В надежде, что куда-нибудь придем. Так, ладно, все нормально. Так, ну олень, ладно, пусть бегает. Он как бы нам не представляет особой угрозы. Куда же мы все-таки чешем, вот честное слово. Нужна какая-нибудь все-таки пещерка еще, в которую можно будет не зашкириться, если что. Так. Так, наша героиня хочет пить. Давайте ее напоим. И она устает. Нужно дыхать. Так, а куда ведет вот эта тропа? У меня подозрение, что никуда. Но сейчас опять выйдем в какую-нибудь, в каком-нибудь ущелье. Или нет? Сразу выбросим, чтобы место не занимало. Так. Так. Так, я пока ничего не вижу. Если быть совсем честным, то я заблудился опять. Так, нет, что-то как-то мы здесь нигде не выйдем. Пойдемте-ка направо туда. Опять ветер поднимается, все это не к добру. Так, скапливается усталость у нашей героини. Но сейчас мы что-нибудь придумаем. Нам нужно найти какое-нибудь укрытие. Да, она начала прям медленно идти. Все, ей нужно отдыхать. Не знаю, я иду в ущелье. В ущелье, которого нет, да? Я почему-то был уверен, что тут какое-нибудь ущелье или что-нибудь в этом духе. Но тут, похоже, нет ничего. Ладно, хорошо, хорошо. Вижу оленей. Вижу кролика, по-моему. Или это еще один олень? Да, это пара оленей. Я не вижу пока никаких пещер, запчастей от самолета. Или что-нибудь в этом духе. Поляна оленей. Это все волшебно. А вот пещера. Или нет. Ну, похоже, по крайней мере. И вон там что-то похожее на какие-то обломки. Слушайте, это не те же ли самые? Неужели мы по кругу прошли? Ладно, мы сейчас разберемся с этим. Давайте, наверное, здесь чуть-чуть передохнем. Так, надо передохнуть и определенно немножечко подумать. Так, спрячь это пока. Возьми дровишки, и мы разведем костер. Надо просто посмотреть. Сейчас немножко уляжется буря, и надо будет осмотреться вокруг. Потому что я, похоже, все-таки заблудился. Давай, добавим топливо. Разогреем фасольку. Нет, подожди, мы хотим есть. Да, мы хотим есть. Наверное, надо поспать где-то часок. Не уверен, что это прям здравая мысль ночевать прямо здесь. Но я не вижу другого выхода. Так, я уже забыл, как это делается. Так, подбросим еще топливо. Два часа он будет гореть, и мы два часа поспим. Чтобы окончательно не офигеть тут. Я очень надеюсь, что не придет какой-нибудь медведь. Так, усталость все еще есть. Сколько ты будешь гореть? Мне нужна вода. Давайте пол-литра воды мы успеем накипятить. Так сказать, будем пользоваться тем, что у нас пока горит огонь. И пока не стемнело, давайте двинемся немножко дальше. Потому что ночевать здесь мне не нравится, если честно. Я вижу какое-то ущелье, не ущелье, а проход вон там дальше. Пойдемте туда. И вот эти контейнеры меня смущают. У меня такое подозрение, что я мог... Да ну нет, я не мог обойтись здесь. Просто я уже видел контейнеры в этой серии. И вот как-то это подозрительно. Я вполне мог кругом обойти тут все. Вернуться назад. Чего мне очень не хотелось бы. Похоже, вы знаете, так и есть. Блин, да, мы обошли кругом. Мы все на том же месте. Да, это все та же самая поляна, по которой я тут прошел. Круголя дал. И, в общем-то, вернулся назад. К тому подъему. Вот здесь мы волка застрелили. Вот где-то там. Ладно. Хорошо. Бывает. Бывает. Двинемся дальше. Пока не стемнело. Или уж ладно, давайте ночевать здесь. Давайте здесь ночевать. Сейчас откроем контейнер. Посмотрим, что там есть. Кожа, шкура кролика. Слушайте, очень прикольные вещи. Но куда мне это девать? Из этого вполне можно налепить чего-нибудь. Набор. Прикольные вещи. Инструмент мне не нужен. Это все как бы весьма классно, но что мне делать? Мне надо кушать. Усталость и жажда. Ладно, знаете что, пойдем вперед. Ночевать в пещере под открытым небом идея так себе, если честно. На свой, как говорится, страх и риск. Если что, я сюда успею вернуться. Надеюсь, надеюсь, что я найду в темноте эту пещеру. Потому что стемнеет уже скоро. Очень много классных вещей в этой локации. Но, как сказать, непонятно как их брать. То есть, ну, с перегрузом тащить разве что. С другой стороны, вы знаете, если повесить веревки вот на всех этих спусках, то, наверное, я так предполагаю, что не придется делать вот эти круги, описывать по всяким непонятным пещерам. И вполне возможно удастся даже как-то по-быстрому сюда добираться и собирать лут полезный. Ну, там, в течение дня, допустим, смотаться, собрать и вернуться домой. Поэтому, возможно, возможно, я не знаю, честно говоря. Надо детально изучить эту карту, прежде чем так вот утверждать это. Не могу вам сказать точно. Да, она устала. Блин, надо отдыхать где-то сейчас. Не знаю, на что я надеюсь, идя вот туда вперед. Возможно, я на что-то надеюсь. М-м-м-м. М-м-м. Так, давайте поднимемся на этот гребень. И с него осмотримся. На этой полянке я уже был, и с нее я как раз и вернулся назад. Нет, мы, похоже, не поднимемся на гребень. Это невозможно. Да, тут негде просто подниматься. Друзья, что делать? Тут нигде подъемов нет. Просто поляна с кроликами и больше нет никого. Здесь я был. Мед, пиво пил, да? Вот туда можно еще попробовать пойти наверх. Но нужно как-то пошустрее решить этот вопрос. Куда все-таки определиться? Ну и здесь, похоже, тоже не подняться. Я не вижу просто возможностей для подъема. Она не может прыгать. Ну, в плане у нее, не знаю, не обучено. Куда нам дальше-то? Так, бегать не можем, потому что все. Так, давайте осмотримся и что-то будем думать. Что с этим делать? Как с этим дальше жить? Нет, зря. Надо было в той пещере оставаться и не выдумывать ерунды. Ночевать. Там было хоть какое-то укрытие. Здесь вообще ничего нету. Я не вижу. Мертвый олень. Это не к добру. В общем-то. Ну вот они, те ящики. Вон там мы были внизу. Может быть, мы даже в верном направлении идем, но как-то совсем безнадежно. Ой, я вижу веревку. Я вижу веревку. Видите ли ее вы. Я не очень понял, как мы туда добрались. Ну ладно. Будем надеяться, что эта веревка куда-то нас приведет и будем надеяться, что она сможет подняться с такой усталостью. Есть некоторое подозрение, что она просто откажется подниматься. Хоть бы ты поднялась. Нет, похоже она не поднимется. Очень медленно. Очень быстро тает усталость. Я даже знать не хочу, что произойдет, когда закончится усталость. Я даже знать не хочу, что произойдет, когда закончится усталость. Ну давай, чуть-чуть. Ну. Мы сейчас забираемся и срочно, я не знаю, просто в срочном порядке спать. Давай. Давай, давай, ты сможешь. Давай, давай. 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 Давай чуть-чуть. Прям чуть-чуть осталось. Капелюшечку. Капелюшечку, давай. С самой малостью. Давай. Давай, 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 давай. Давай. Давай, я тебя расцелую. О, это, наверное, было насилие то еще Одинокий выступ Не знаю, что это, не знаю, где мы, ребята Нам нужно срочно спать Давайте очень быстренько сейчас осматриваться И искать место для ночлега Похоже на пещеру Да, так и есть О, это наш шанс Вообще я готов переночевать вообще где угодно Это пещера Все, мы здесь ночуем О, это было непросто Это было, мягко говоря Офигеть, как напряженно Не знаю, для меня точно Не знаю, как для вас Ладно, ребята, давайте на этом заканчивать На сегодня Как бы то ни было Продолжим уже в следующей серии С вами был Герам Ставьте лайк Подписывайтесь на канал Я буду очень рад вас видеть Оставляйте комментарии До новых встреч Пока Пока Субтитры подогнал «Симон»